Одним из направлений нашей работы, как благотворительного фонда и как организация, которая занимается документированием военных преступлений и нарушений прав человека в контексте вооруженного конфликта на Донбассе, является работа с людьми, находившимися в местах незаконного лишения свободы на попированной территории в отдельных районах Донецкой и Университетской областей. Мы занимаемся этой работой с 2014 года, и поэтому у нас есть некоторый материал, который мне представляется интересным с точки зрения динамики изменений того, как государство и общество встречало людей, вышедших из мест незаконного лишения свободы, того, какие у них есть потребности, и насколько государство и общество эти потребности понимает и готово и способно удовлетворять. Хочется подчеркнуть некоторые положительные изменения, которые произошли за 4 года конфликта, потому что если в 2014-2015 году даже военнопленные, которые выходили на свободу, по сути, за исключением оказания какой-то необходимой медицинской помощи, и то не всегда, не получали никаких несоциальных гарантий, никакого сколько-нибудь длительного социального-психологического сопровождения, не получали никакой адекватной, ну не то, что компенсации, ну там у многих возникали вопросы с местом трудоустройства и так далее. Начиная с 2016 года стали происходить некоторые изменения. Первый известный нам случай, это случай Марины Варфоломеевой, гражданской пленной, которая после выхода на свободу государство предоставило медицинскую помощь. Это было точечно, это было конкретное решение в конкретном случае. Тогда же происходили освобождения, когда люди не получали, по-прежнему не получали никакой помощи государственного сопровождения. После этого в долгое время, в принципе, не было обмена перед большим обменом конца прошлого года. Но к большому обмену конца прошлого года, и здесь хотелось бы подчеркнуть, государство все-таки начало понимать, что это люди в специфической ситуации, это люди, которые требуют помощи и поддержки, и некоторые меры были предприняты. Ну, перше, нужно сказать, что государство все-таки нам забезпечило лекование, что, может, было очень важным. Например, у меня лекарей диагностировали черепно-мозговую травму, у меня были, ну, особенно у меня были какие-то проблемы с зубами, и это очень недешевое лекование, и поэтому, если держава это смогла забезпечить, ну, это очень хорошо, и это ей нужно благодарить. Ну, конечно, я бы не сказал, что государство, как бы это хотела бы проявить, то есть, ну, все эти первые нагальными вопросами мы решили особистое, або за допомогою волонтеров, або за какой-то взаимодействием. И, в общем, нужно, на мой взгляд, уже визнатись с тем, что в стране идет война, и принимать это как факт. То есть, делать такую нормативную базу, законодательную базу, чтобы это уже было реальностью, так, то есть, как системно работать с людьми, которые принимали участь в конфликтах, або которые потеряли от конфликта. То есть, это нужна какая-то же система, база, да, и на этом нужно державе работать, строить все эти вещи. Законопроект, который касается статуса колоненных, в том числе цивильных колоненных, однако он потребует суттевого доопрацювания, он сейчас находится в профильном комитете, в комитете справ людини, и поэтому, спольно с вашей уважностью и журналистов, и общественных активистов, можно сделать какой-то качественный документ, который системно может изменить ситуацию с человеком, которые взвольны с колоннами. Спасибо.